Итак, начальный этап. С чего мы начнем? Всегда начинаем рекламную кампанию с каких-то анализов. И первое, что я очень рекомендую делать людям, это анализ ниш проводить. Анализ ниш проводится разными этапами, по-разному, но в первую очередь нас интересует несколько каких-то параметров. Нас интересуют либо параметры, либо описания. Так что у нас вначале будет, вот здесь сверху, мы сейчас сюда вставим, название действия, а дальше у нас будет описание действия. Ну, логично. Естественно, чек-лист это галочки, как мы знаем с вами, в принципе. И если у нас что-то происходит, то нам надо да-нет поставить по-хорошему. Опять же, это мы сейчас по пути сейчас обсудим, как это будет выглядеть. Так, опять же, по центру. Сейчас мы попробуем еще сразу оформить, чтобы это не выглядело совсем жестко. Так, и, наверное, что-то вроде до 12-го шрифта. Итак, анализ ниши. Что у нас подразумевается под анализом ниши? Мы когда берем тему незнакомую, нам надо выяснить несколько элементов. Ну, давайте так. Я сейчас сюда еще занесу пару этапов, а вы мне будете подсказывать сами, потому что вы многое тоже уже знаете. Ну, одно из самых таких... Опять же, я буду с клиентов переносить. Вы сами можете это под себя тоже каким-то образом переделывать. Примерная стоимость заявки. Ну, у нас это по КП называется. Взять номер телефона у заказчика для Яндекс.Визитки. Ну, такие даже параметры у нас есть какие-то. Описание действий, извините. Так, взять номер, взять адрес. Ну, адрес, например, нужен для Яндекс.Визитки. Ну, кто тут. Так, ну, доступы нам не нужны. Это лишнее. Итак, анализ ниши. Анализ ниши, по сути, в скобочках мы можем написать декомпозиция. И я даже особо сильно не буду разжевывать, потому что если вы делаете правильное какое-то коммерческое предложение для человека, то логично, я вот так вот даже сделаю, вы будете его делать, ну, по декомпозиции. Декомпозиция это вот такая вот штука. Я думаю, вы ее видели. Я сейчас кину в чат ссылочку. Да я вам сейчас и на эту штуку кину ссылочку сразу. Вот она у нас с декомпозицией идет, да? То есть она не такая сложная. Тут количество, сколько нужно заработать цель, есть ли наличие партнера, маржинальность, средний чек и прочее. Вплоть до самоокупаемости ниши и сколько нужно вложить денег. Вот. Сейчас я эту штуку кидаю с ссылочкой в чат. Я надеюсь... Нет, нет. И заодно кидаю ее сюда. Просто ссылкой. Ну, логично, что по ссылочке вы просто сделаете копию. Сделать копию. Наверное, надо описать, да? Сделать копию своей ниши в формате двоеточие. Не хочет мне ссылку вставлять. Ну и фиг с ней. Так. Блин, очень большая ссылка получается. Ладно, тогда я буду ссылки вставлять отдельно. Вот так вот. Какие-нибудь ссылки. На что-либо. Так. Дальше у нас идет анализ конкуренции. Почему нужна декомпозиция? Сразу объясняю. Для тех, кто в танке или кто не знает, что это такое. Я тут недавно посмеялся на тему воронки. И воронка, мол, какая-то уже не такая. Она не работает. Для контекстной рекламы это всегда работало и будет работать. Потому что у вас есть какой-то объем. Объем. Давайте по параметрам, которые нам надо получить. Параметры, которые надо получить. Разумеется, это объем рынка. Нам надо посмотреть сезонность. Нам надо узнать средний... Либо чек. Ну, средний чек можно узнать у конкурентов. Какой-то. А вот среднюю прибыль. Средняя прибыль с одной единицы проданного товара. Продали услуги. Это ебута получилось. Ну, единицы проданного товара. Тоже надо обязательно узнать. Также надо еще узнать. Давайте прямо декомпозицию откроем, да посмотрим. Объем. Вот он объем с WordStat. Логично. WordStat какие-то данные мы когда получаем. Если они не совпадают. То есть, например, вам нужно 40 тысяч. Например, даже мы берем сейчас поиск. И у вас всего в WordStat 35 тысяч. То, скорее всего, миллион это ваш потолок. Который вы сможете сделать. Ну, логично. Где нужно там 700 тысяч показов. И вы только по Новосибирску занимаетесь там печатью на кружках. Значит, все. До свидули. То есть, 2 миллиона тут с партнером на двоих. Вы уже не сделаете. Ну, никаким образом. Даже на одного не сделаете. Вот. Ну, и так далее. Тут можно очень хорошо и широко гулять по этой таблице. А, извините. 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 Я же забыл. Вот так вот. Вот. Ну, собственно, я вам ссылку все равно кинул. Поэтому вы видите, как это выглядит. Остальные параметры. Да. Еще один такой приблизительный хотя бы параметр. Который нам тоже понадобится. И мы сюда его занесем перед... Хотя давайте даже вот анализ ниши. Давайте пока среднюю единицу проданного... Среднюю прибыль с одной единицы проданного товара мы еще узнаем. Анализ конкурентов. Давайте мы просто сейчас пойдем по пунктам. Мы сюда добавим еще несколько. Потом, если что, местами поменяем. Следующим у нас идет анализ конкурентов. У меня тоже просто тупо есть ссылка. Поэтому я тупо бросаю ссылку. Анализ конкурентов. Вы ее все видели, ребят. Поэтому здесь ничего нового нет. Таблица сравнения конкурентов. Если для кого-то это новенькая таблица, только лист 2 нужен. Где тут лист 2? Вот что-то вроде такого. Не знаю, сразу откроется второй лист. Но тут есть лист 2. Так что смотрите, лист 2. Собственно, нам эти ссылки нужны для того, чтобы проанализировать конкурентов. Проанализировать конкурентов во всех. В видах трафика плюс собрать УТП. Ну и торговые предложения ваших конкурентов. Логично. Так, давайте я еще ссылку, наверное, кину сразу на всю вот эту таблицу. Пусть она у вас будет. Вы просматривать сможете ее тоже сразу. Что дальше? Дальше, наверное, логично бы было посмотреть прогноз бюджета. Потому что многие прогноз бюджета не понимают, как делать. Ну или не хотят понимать. Либо просто не делают прогноз бюджетов. Так, так, так. Это вот сюда. Мы сейчас зайдем, посмотрим прогноз бюджета. Оценка бюджета. Она стандартная. Особо сильно придумывать тоже ничего не надо. Что нам здесь нужно получить? Ну, если у нас есть какие-то темы, у нас есть какой-то список ключей. Ну, теоретически. Я пока просто одну вкинул. Тему. Один ключ, одну маску. Давайте так. Совсем простое. Мы получим какую-то стоимость. Списываемую сумму. Вот она. Прогноз средней ставки. Списываемая сумма. Нам надо получить какую-то среднюю ставку. Назовем ее... Блин, есть прогноз средней ставки. Нам надо среднее арифметическое найти между этими ставками. То есть, вот у нас есть 228 и 41. Но если у нас много ключей, нам надо найти какую-то среднюю арифметическую. Для этого мы эксп... Блин, забыл, что у вас экран чуть поменьше. Так, ну-ка верни мне. Вот. Так, ща-ща-ща, господа. Так. Если у нас с вами есть один какой-то простецкий ключ, то из него можно легко получить среднее, что-то списываемую цену и средняя ставка. Вот она, в принципе, легко считается. Нам надо посчитать там по 62% хотя бы, да, объем трафика получить. Ну, здесь все будет супер просто. Тут можно по CTR даже посмотреть на всякие пожарные, чтобы он был просто там больше явно единиц. Там двушка, трешка, восемь. И среднее у нас будет между 300 и 64 рублями. Вот здесь где-то ставка. И ее надо получить. Вот. То есть наша задача сделать прогноз бюджета, который есть в Яндекс.Директ. Ссылочку, наверное, надо кинуть на прогноз бюджета. Я не знаю, если честно, на что. Давайте кинем. Advanced. Ну, вот это, наверное. Я не знаю, будет работать эта ссылка или нет. Ну, логично, наверное, что будет. Получить среднее арифметическое число x из всех масок ключей. Среднее арифметическое число стоимостиклика. Надо какой-то пример, наверное, написать еще, да? Пара-ме-н. Здесь лишнее. Пример. Да это будет тяжело, я чувствую уже. Но попробуем хотя бы. Нормального большого чек-листа все равно нет. Прогноз средней ставки. Давайте вот так попробуем написать. Прогноз средней ставки. Плюс. Списываем на сумму. Берем тоже рубли. Делим пополам. Вот так это будет выглядеть. Это будет наш пример. Все. Я думаю, этого достаточно. Зачем он нам нужен? Для как раз анализа конкурентов. Ой, для анализа ниши в декомпозиции есть как раз вот тот самый параметр, который нам понадобится. Вот он здесь присутствует. То есть нам надо посчитать, сколько денег уходит и уйдет на рекламу. То есть для того, чтобы заработать, допустим, миллион рублей, нам надо посчитать примерно хотя бы на поиске, сколько можно заработать. Так, что значит маски? Маски это самые широкие такие ключи, по которым мы будем парсить ключи. Базисы ключевых слов. Если я такое напишу, вы меня кастрируете, наверное. Я даже не знаю, что вы со мной сделаете, если я такие вещи начну употреблять. Так, это как тяжелые наркотики. Надо с легких начать. Так, ладно, продолжаем. Дальше у нас идут согласованные данные по месячному бюджету. Но, по сути, нам надо просто получить месячный бюджет. Получаем мы его из декомпозиции. Логично, да? Получаем его из декомпозиции. Декомпозиции. В самом низу. Там логично все у нас вот в табличечке присутствует. Вот он параметр. То есть, чтобы заработать миллион, надо потратить 121 тысячу. Грязными, естественно, мы все понимаем. Плюс, если там есть какие-то неизвестные параметры, эти параметры надо каким-то образом либо узнать, либо подобрать, чтобы это было легитимно. Так. Примерная стоимость заявки. Примерная стоимость заявки у нас, в принципе, также считается оттуда же. Я не знаю, насколько она на самом деле актуальна или неактуальна для вас. Поэтому я красненьким помечу. Потому что это спрашивают клиенты, когда ты готовишь коммерческое предложение и тому подобное. Насколько интересно это для человека-конечника, который сам все себе делает, не знаю. Если да, то в декомпозиции, опять же, получаем из декомпозиции. Мы знаем, что это там есть и все. Идем дальше. Так. Номер телефона заказчика. Заказчик, к слову, мы убираем. Это у вас. Номер телефона для Яндекс.Визитки. Так. Адрес для Яндекс.Визитки мы тоже ищем. Ну, либо они все равно понадобятся в какой-то определенный момент. Пусть будет лучше сейчас. Что еще? Следующий, наверное, этап. Аккаунт. Странный, наверное, вопрос. Но я хочу его все равно тут поднять. Потому что у нас есть аккаунты разные. Есть просто обычный рядовой. У нас есть всякие разные с экономией процентов типа E-Lama. E-Lama.getunique. Или что-то еще. Я get не написал, да? Unique. Вот так. Либо это будет какой-нибудь безНДСный аккаунт. Не спрашивайте, как мне его делать. Я вам все равно сейчас не расскажу. Но сделать его можно. Ну, мало ли. И еще, как вариант, естественно, агентский. Мало ли. Привет. Привет, Джинь. Так. Что у нас дальше? И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Продолжение следует...